Всем привет! Сегодня мы рассмотрим набор полезных приемов, которые позволят максимально эффективно использовать ваш МАК. МАК – это мощная операционная система с множеством функций и возможностей, и данное видео направлено на то, чтобы помочь освоить ее на полную. Независимо от уровня опыта с данной операционной системой, уверен, что вы найдете для себя что-то полезное. Далее мы рассмотрим как базовые, так и более продвинутые приемы, которые помогут вам повысить производительность, улучшить организацию и сделать работу с МАК ОС более приятной и комфортной. Итак, начнем. В МАК ОС есть встроенное сочетание клавиш, которые добавлены разработчикам по умолчанию, но также можно создать свое сочетание клавиш для запуска любого приложения. Чтобы добавить сочетание клавиш, откройте системные настройки, затем перейдите к разделу «Клавиатура». И здесь откройте сочетание клавиш, а затем сочетание клавиш приложений. Здесь нужно нажать плюс и выбрать программу, для которой вы хотите создать ярлык. Ввести название меню и задать комбинацию клавиш, которые будут использоваться для данного ярлыка. Готово. Теперь, нажав на клавиатуре заданную комбинацию, откроется выбранное приложение. Следующая полезная функция – пакетное переименование файлов. Если у вас есть группа файлов, которые вы хотите переименовать, это быстро и легко сделать на МАК. Для переименования сначала необходимо выбрать группу файлов, которые вы хотите переименовать. Жмем по первому, а затем удерживая клавишу «Shift» выделяем остальные. Получив выделенную группу, кликните по ним правой кнопкой мыши и выберите «Переименовать». После этого вы сможете заменить текст. Добавить текст. После имени или перед ним. А также изменить формат имени. Таким образом вы сможете быстро переименовать большое количество файлов сразу. Следующие функции – снимки и запись экрана. Для снимка экрана есть отдельное сочетание клавиш. Можно сделать снимок экрана целиком или его части. Все снимки по умолчанию будут автоматически сохранены на рабочем столе и появятся в правом углу. Для снимка всего экрана нажмите сочетание клавиш «Shift» «Command» «Плюс 3». Чтобы сделать снимок отдельной части экрана, нажмите «Shift» «Command» «4». Затем объедите рамкой то, снимок чего вы хотите сделать. И для записи экрана нажмите «Shift» «Command» «5». А затем выберите тип записи – весь экран или отдельную область. Записать. Для остановки записи кликните по значку «Остановки» в правой верхней части экрана. Запись, как и снимки, появятся на рабочем столе. Если на вашем Mac установлена macOS Ventura или более поздняя версия, вы можете использовать функцию «Stage Manager», чтобы упорядочить все ваши окна и приложения и переключаться между ними. Чтобы включить данную опцию, кликните по значку «Центр управления» в правом верхнем углу экрана, значок с двумя полосками и точками. В открывшемся окне «Stage Manager» нажмите «Включить». В результате различные приложения появятся слева, а приложение, над которым вы работаете, станет спереди и в центре. Различные окна одного и того же приложения будут группироваться друг на другом. И если вы хотите использовать два или более приложений одновременно, вам просто нужно перетащить другие приложения, уже открытые, или свернуть ненужные. Как видите, это довольно удобно. Для отключения постановщика откройте «Центр управления» и кликните по значку. В результате «Stage Manager» будет отключен. Еще одна полезная опция – автоматический запуск приложений при старте системы. При частом использовании конкретных приложений вы сможете настроить их автоматический запуск при входе в систему. Для этого откройте «Системные настройки», раздел «Основные», «Объекты входа». Чтобы добавить приложение, нажмите «Плюс» и найдите его в Finder. Также здесь вы можете выбрать, к примеру, документ, который нужно открыть при входе в систему. Отметьте нужные и нажмите «Открыть», после чего он появится в этом списке. Также для быстрого добавления программы в этот список кликните правой кнопкой мыши по значку приложения и во всплывающем меню откройте параметры, а затем «Открывать при входе», после чего приложение будет добавлено в список автозапуска. Следующая функция – учетная запись гостя на Mac. Вы можете расширить функционал своего Mac, добавив несколько пользователей. Это особенно удобно, если компьютером пользуются несколько человек. Каждый пользователь может настроить свои собственные обои, макеты, настройки приложения, соответствующие своим предпочтениям. Кроме того, можно добавить гостевого пользователя, чтобы любой, кто захочет воспользоваться Mac, временно не имел доступа к вашим личным файлам или документам. Чтобы добавить нового пользователя, просто откройте системные настройки, раздел «Пользователи и группы», а затем нажмите «Добавить пользователя». Для активации гостевой учетной записи кликните по значку «I» и переведите бегунок напротив «Разрешить гостям входить в систему», «Положение включено». Это позволит войти в систему компьютера без пароля, но с некоторыми ограничениями. Следующая функция – AirDrop. AirDrop – это функция передачи файла между устройствами Apple. Для передачи кликните по файлу правой кнопкой мыши и выберите «Поделиться». Затем укажите способ с помощью AirDrop и выберите устройство, на которое нужно передать файл. Если устройство, на которое вы хотите передать файлы, не отображается, откройте Finder и нажмите AirDrop вверху. Здесь нужно активировать обнаружение. Выберите только контакты или «Разрешить всем», после чего вы сможете обмениваться файлами через AirDrop. Следующая функция – активация режима не беспокоит. У Mac есть опция, которая поможет вам сосредоточиться на работе, выключив любые входящие уведомления. Включить режим «Не беспокоить» можно в меню «Центра управления». Откройте его, кликнув по значку в верхнем правом углу экрана, а затем нажмите «Фокусирование». Здесь вы сможете настроить данный режим или быстро активировать его. Для точной настройки уведомлений откройте «Настройки фокусирования». Здесь вы сможете настроить уведомления отдельных приложений. Mac имеет отличную функцию под названием «Связка ключей», которая запоминает почти все пароли для любых сайтов, которые вы вводили. Также утилита запоминает и пароли Wi-Fi для разных мест. Хотя Mac автоматически подключается к сохраненной на нем сети, вам может потребоваться знать пароль Wi-Fi для другого устройства, например, телефона или планшета. Чтобы узнать любой сохраненный пароль, откройте связку ключей. Самый быстрый способ найти утилиту, используя Spotlight. Нажмите «Command плюс пробел» и введите «Связка ключей». Затем с помощью поиска вы сможете найти сайт или Wi-Fi сеть, для которой вам нужен пароль. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать «Скопировать пароль» в буфер обмена или открыть его, а затем включить отображение пароля. После ввода пароля администратора вы увидите его. Еще один полезный прием – быстрое копирование ссылок. Для быстрого копирования ссылки в браузере Safari вы можете воспользоваться горячими клавишами. Нажмите «Command плюс L», чтобы выделить всю ссылку, а затем нажмите «Command плюс C», чтобы скопировать ее в буфер обмена. Этот метод гораздо быстрее, чем перетаскивание курсора мыши до конца ссылки вручную и помогает сэкономить время, если нужно быстро скопировать ссылку. Еще одна полезная опция Mac – активные углы. Активные углы в macOS – это функция, которая позволяет вам выполнять различные действия, активируя специальные команды при наведении курсора мыши на угол экрана. Это удобный способ управления компьютером и выполнение повседневных задач без необходимости открывать приложение или выполнять дополнительные клики. Чтобы настроить активные углы, просто откройте «Настройки системы» раздел «Рабочий стол» и «Докс-станция». И внизу списка опция «Активные углы». Здесь вы сможете выбрать действия для каждого из четырех углов экрана вашего Mac. Например, вы можете выбрать «Спящий режим» или открыть «Миссион контрол», назначить угол для открытия браузера Safari или электронной почты, открытие одного из разделов системных настроек, запуск поиска или управление файлами и т.д. Это лишь несколько приемов того, что можно добавить активные углы. Возможности настройки активных углов практически не ограничены, и вы можете адаптировать их под свои потребности и рабочие процессы. После того, как вы настроили активные углы по своему рассмотрению, закройте «Настройки системы», чтобы сохранить изменения. Это позволяет вам быстро и удобно управлять вашим компьютером и повышает эффективность работы. Следующая полезная опция – функция шаблонов. Функция шаблонов Finder – это удобный способ сократить лишние шаги в вашем рабочем процессе. Она позволяет открывать копии файлов по умолчанию, не затрагивая оригинал. Почти любой файл можно определить как шаблон, что делает эту функцию полезной для оптимизации повседневных задач, таких как работа с фотографиями, Photoshop, текстовыми файлами или документами Word. Чтобы воспользоваться этой возможностью, щелкните правой кнопкой мыши по файлу, который вы хотите использовать в качестве шаблона. Выберите «Получить информацию». Затем установите флажок «Шаблон» в разделе «Основные». Закройте окно «Свойств файла». И следующий раз, открыв файл шаблона, Finder автоматически создаст и откроет его копию, оставив оригинал нетронутым. Как видите, это отличная альтернатива повторному редактированию шаблонов и использованию команды «Сохранить как», которая может привести к потере или перезаписи исходного файла. Еще в Finder есть возможность добавить ярлыки приложений, файлов и папок на панели инструментов. Для того, чтобы добавить ярлык, откройте Finder, перейдите в папку и лежит нужный ярлык и, зажав клавишу Command, перетащите его на доступное место панели инструментов. При запуске Finder на панели вы видите добавленные ярлыки. Теперь вы быстро сможете запустить нужную программу или найти часто используемый документ. А если вы часто используете большое количество открытых приложений для быстрого перемещения, используйте сочетание клавиш Command плюс Tab. Нажав Command-Tab, появится переключатель приложений. Удерживание клавиши Command и последовательное нажатие на Tab позволяет пролистывать список приложений. Когда нужное приложение выделено, отпустите клавиши, чтобы переключиться на него. Это удобный способ быстро перемещаться между различными приложениями без необходимости использовать мышь. для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. И в заключении хочется подчеркнуть, что macOS обладает множеством полезных функций и приемов, которые могут значительно упростить вашу повседневную работу с компьютером. От активных углов и быстрого копирования ссылок до функции шаблона Finder. Все эти возможности помогают сделать работу более удобной и эффективной. Теперь у вас есть набор полезных приемов macOS, которые помогут вам оптимизировать использование компьютера. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok